Как переехать в другую страну? Как переехать в другой город? Как попробовать что-то новое и не бояться сделать первый шаг? Всем привет, меня зовут Ольга, и когда-то я приняла решение переехать в Бразилию. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, как же я все-таки смогла выдохнуть и начать собирать чемодан. Как вы думаете, просто ли это было решение просто взять и сорулить на другой конец света? Вообще нет. Первое, с чего я хочу начать. Давайте мы с вами научимся различать эти процессы, когда мы думаем о том, как мы будем принимать решение и когда мы принимаем решение. Допустим, теоретически вы собираетесь учить английский язык. И на что это похоже? Вы мониторите в интернете различные школы, узнаете у своих друзей, где они учили и как они учат. Вы находитесь в процессе поиска, откладывания. При этом ваш мозг посылает сигнал в вашу нервную систему, что процесс уже запущен, что вы уже выполняете действия. Вы расслабляетесь, отпускаете ситуацию, через какое-то время плавно, плавно, плавно. Вы вообще про нее забываете. Чем это чревато? Вы так и не начали учить английский. Вы не знаете ни одного нового слова. Но вам почему-то на секунду казалось, что вы уже его учите. По факту вы просто застряли в планировании того, как вы будете этим делом уже заниматься. Кто-то называет это прокрастинацией. Я думаю, что это вполне себе параллельное понятие. То же самое можно отнести к другим задачам. И вы отодвигаете достижение своей цели. Вы отодвигаете задачи, вы отодвигаете выполнение задачи, которую вы так жаждете. И которая, возможно, сделает вас счастливым. В итоге вам начинает казаться, что процесс запущен. Но запущен ли он? Нет. Второй пункт. Боязнь перемен. Чего только не существует в мире на эту тему. Тренинги, оракулы, книги, какие-то коучи личностного роста. Каждому может помогать свое в этой сфере. Но вы уже выполняете задачу, пока вы читаете книгу или пока вы разговариваете с тренером? Нет. Частично это схоже с откладыванием. Смотри пункт первый. Хотя в каком-то смысле кому-то из нас с вами это может действительно помогать. Поймите меня правильно. Я ничего не имею против тренингов. Но, раз уж вы нашли в себе силы, чтобы прийти на эти тренинги, заодно найдите в себе силы для того, чтобы еще и параллельно сделать хотя бы один первый шаг к своему тому самому желанию, из-за которого вы и пришли на тренинг. Потому что, как говорил один философ... Вот еще кое-что, чего я не понимаю. Кассеты для повышения мотивации. Книги для повышения мотивации. Что такое? Что-то вдруг понадобило всем дополнительной мотивации? Ведь все же просто. Вы либо хотите, либо нет. В чем загвоздка? К тому же, если вам хватило мотивации, чтобы пойти в магазин и купить эту книгу, может быть, вы уже достаточно мотивированы. Вам больше не нужна книга, положите ее на место, скажите клерку, я мотивирован и пошли домой. Я пошел домой. Итак, сейчас я поделюсь с вами двумя приемами, которые очень сильно мне помогли. Во-первых, я вспоминаю все сложные решения, которые я уже приняла в своей жизни. И вдруг я поняла, что я сделала огромное количество уже каких-то важных задач и действительно серьезных вещей. И, как вы можете обратить внимание, я не умерла. А это значит, что я могу сделать еще второй маленький приемчик. Представьте себе группу ребят летом на озере или на речке где-нибудь на даче. Дети бегут к пирсу для того, чтобы с него прыгать. И каждый раз, когда я ступорюсь в своем принятии решения, я представляю этих детей, которые подбегают к пирсу и просто с него прыгают. Большинство решений, перед которыми мы думаем часами, днями, неделями и месяцами, они не такие уж и сверхъестественные. И даже если мы в них потерпим неудачу, смотри предыдущий пункт, мы не умрем. А это означает, что всегда-всегда-всегда нужно пробовать. Как меня заколебали с этим ветром волосы. Даже если перемены это какие-то мелочи, мы иногда к ним вообще не готовы. Но вот ты просто пойди и сделай. Супер, так намного лучше. Что я сделала? Вы думаете, это было легко? Вы даже представить себе не можете, насколько я любила свои волосы. Посмотрите в мой инстаграм. Ну и в завершении, третий пункт, который тоже вам очень поможет. Это феноменальная идея, которая каким-то волшебным образом постоянно ускальзывает из головы. Сейчас я вам его сформулирую. Внимание! Вы всегда сможете вернуться! Да, переезд в другую страну это огромный стресс, но это совсем другая тема для совсем другого видео. Как бы это банально не звучало, и как бы сложно не было сделать первый шаг, его надо просто сделать. Все! При этом, первое, нужно различать тот момент, когда вы действительно сделали первый шаг, или когда вы все еще о нем думаете. Второе, нужно перестать бояться сделать этот первый шаг, потому что, о боже, как же это так? Я начну говорить по-английски, или я смогу переехать в другую страну, или я выучу что-то новое, начну делать что-то новое, меня это так пугает. Не надо бояться лучшей жизни. Зафиксировали. И третий момент, который только что прозвучал, вы всегда сможете вернуться. Все время держите эту идею у себя в голове вот здесь, на табуреточке, и вам будет намного спокойнее. Мне кажется, меня не узнал охранник моего дома, и стоит и смотрит, думает, кто это. Возможно, короче, чем эти, у меня волосы были только однажды, в 95-м, может быть, году. Чего бы вам не хотелось, пойдите и сделайте это. Вы же делаете это для себя. Всех вас обнимаю. Сил, терпения, лучи энергии. Удачно. Just, do it. Just, do it. Just, do it. Do it. Just, do it. Yes, you can.